Специалисты университетской клиники Казанского федерального университета придумали, как облегчить боль при межпозвоночной грыже. А до этого у меня очень сильно болело. Ну, пять месяцев она у меня болела, я не мог ходить долго. Ищите работу? Вам на ярмарку вакансий. Считаем, что наш основной вклад в развитие экономики страны связан прежде всего с подготовкой высококвалифицированных кадров. Моисей Солодуха, герой научного полка Казанского университета. Всем привет! В эфире универновости о студии Маргарита Михайлова. 13 марта в Казанском федеральном университете прошла встреча студентов с представителями Сибур-РТ. Мероприятие было посвящено не только знакомству учащихся с возможностями построения карьеры в компании, но и получению опыта публичных выступлений. Организатором выступил Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике КФУ. Эксперты поделились своим опытом и знаниями со студентами о том, как правильно подготовиться к выступлению, как работать с голосом, жестикуляцией и как удерживать внимание аудитории. Участники смогли узнать множество полезных советов и стратегий, которые помогут им в выступлениях перед публикой. Важным моментом мероприятия стало обсуждение индивидуальных стратегий успеха, что позволило каждому участнику выявить свои сильные и слабые стороны, а также разработать индивидуальный план действий для улучшения публичных выступлений. Самые активные участники получили в подарок книги и возможность посетить бизнес-завтрак с представителями компании. 14 марта состоялся визит Генерального консула Исламской Республики Иран в Казани господина Давуда Мирзахани в Казанский федеральный университет. На встрече со студентами Института международных отношений он рассказал о многополярности и экономическом развитии Ирана, а также ответил на актуальные вопросы. В начале выступления господин Давуд Мирзахани поблагодарил Казанский федеральный университет за организацию площадки и возможность пообщаться с представителями студенческой молодежи, а также подметил, что глобальные процессы показывают, что появляются новые силы и формируется новый порядок. Важнейшей особенностью нового зарождающегося и развивающегося мирового порядка является поиск и появление новых игроков, которым удалось занять значительную позицию в региональных и международных отношениях. В конце выступления он пожелал студентам успехов в учебе и приобретении больших знаний. 14 марта в Казанском федеральном университете состояла встреча помощника президента Российской Федерации, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского с учителями истории и общества знания и преподавателями общественно-политических наук КФУ. Во время мероприятия, которое прошло при участии президента Казанского федерального университета Рияза Минзарипова, обсуждалась подготовка единой линейки государственных учебников по истории и обществознанию. Во обсуждение приняли участие преподаватели Института международных отношений, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, юридического факультета Казанского университета, а также учителей лицея имени Лобачевского и IT-лицея КФУ. Как отметил Владимир Мединский, Министерство просвещения Российской Федерации планирует вместо части уроков общества знания в шестых, седьмых и восьмых классах вести дополнительные уроки истории. В ходе встречи с преподавателями Владимир Мединский рекомендовал присутствующим все предложения по внесению изменений в разрабатываемые учебники по истории и обществознанию направлять ему через президента вуза Рияза Минзарипова. Школьники из Луганской Народной Республики, обучающиеся в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета, приняли участие в выборах президента Российской Федерации. С первым важным гражданским выбором в жизни ребят поздравила директор Елабужского института Елена Мерзон, а депутат Елабужского городского совета Александр Дегатьков подарил юным избирателям памятные сувениры, предоставленные Елабужским государственным музеем-заповедником. Гости выразили надежду, что новоиспеченные граждане Российской Федерации в полной мере ощутят степень ответственности, возложенной на них. Ведь именно российский многонациональный народ определяет будущее, в котором и будет жить и развиваться страна. А для этого, несомненно, важен каждый голос. В университетской клинике Казанского Федерального университета провели уникальную процедуру на позвоночнике. Она предоставляет возможность пациентам облегчить боль при межпозвоночной грыже. Подробнее о том, какие современные методы лечения уже применяются на практике, расскажет моя коллега Елизавета Гзизянова. Университетская клиника Казанского Федерального университета на постоянной основе проводит манипуляции по спасению жизни пациентов, а также те, которые предполагают под собой лечение уже известных науке заболеваний в новейшем формате с применением новых собственных разработок и практических навыков. Так, совсем недавно нейрохирурги униклиники выполнили локальную инъекцию противовоспалительного препарата под рентген-контролем пациенту, который уже несколько месяцев страдал от боли в ноге, вызванных грыжей позвоночного диска. Эта процедура в разы эффективнее классических локальных блокад, проводимых вслепую за счет высокой точности и безопасности. Одним из видов этих инъекций является трансформинальная эпидуральная блокада. Она представляет собой прицельную инъекцию лекарственного препарата, контролируемую в режиме реального времени рентген-установкой, переневральное и эпидуральное пространство. До этого у меня очень сильно болело. Ну, пять месяцев она у меня болела, я не мог ходить долго. Ну, метров сто пройду, мне как-то судороги схватят, я сижу, потяжу немножко, и она пускает, и опять иду. Вот так вот. Трансформинальная эпидуральная инъекция – сложная высокотехнологичная процедура с использованием дорогостоящего оборудования и требующая специальной подготовки персонала. Нейрохирурги университетской клиники КФУ выполняют ее по клиническим протоколам, признанным во всем мире. В ходе этой процедуры под рентген-контролем, который осуществляется специальным оборудованием в операционной, так называемой С-дуге или ЕОП, в режиме реального времени игла вводится непосредственно в межпозвонковое отверстие, в области, где корешок покидает позвоночник и идет в ногу для того, чтобы обеспечить ее двигательную функцию. Затем врачи путем вмешательства прокрашивали нерв специальным контрастным веществом для того, чтобы окончательно убедиться в правильности позиции иглы, и вводили препарат, включающий в себя местный анестетик и противовоспалительный препарат. Препарат в себя включает, это анестетик местный, который позволяет процедуру уменьшить ее болезненность во время проведения, и противовоспалительный препарат, так называемый глюкортикостероид. Действие лекарства можно разделить на два этапа. Сначала анестетики блокируют проведение болевого сигнала от сдавленного корешка. Это дает кратковременный результат. После окончания действия анестетика боль может вернуться, однако ее интенсивность становится значительно меньше. Одновременно начинается действие противовоспалительного стероидного препарата. Поскольку препарат присутствует в форме для длительного высвобождения, его действие продолжается в течение нескольких недель, а эффект может сохраниться в течение многих месяцев. В результате подавления воспалительной реакции уменьшается отек корешка, значительно снижается степень его сдавления, что приводит к быстрому уменьшению болевых ощущений. В случае с нашим пациентом, учитывая картину МРТ, я надеюсь на длительный эффект, но более вероятно, это будет временный обезболивающий эффект, потому что достаточно сильное сдавление корешка происходит, так называемой форминальной грыжей и более вероятно, что может потребоваться вторым этапом операция, но операция будет уже планового характера и время до ожидания операции будет более комфортным для пациента. Показаниями к проведению локальных инъекций под рентген-контролем являются грыжи межпозвонковых дисков, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, стеноз позвоночного канала и межпозвонковых, а также смещение позвонков. Елизавета Газизянова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. 14 марта в инжиниринговом центре Казанского федерального университета прошла традиционная ярмарка вакансий, организованная совместно с Центром занятости для выпускников и Инженерно-экономическим колледжем Набережно-Челнинского института КФУ. Ярмарка вакансий – мероприятие традиционное и очень долгожданное. Его всегда с нетерпением ждут как студенты, так и работодатели, которые заинтересованы в хороших кадрах. Каждый выпускник находится в поиске самых перспективных вариантов трудоустройства. На ярмарке вакансий были представлены 60 предприятий города, среди которых КАМАЗ, ХАЭР, Набережно-Челнинский трубный завод, Банк ВТБ, Народное предприятие Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат имени Цитова и другие. Хочу отметить, что мы работаем как преподаватели, ученые, трудимся и учимся как студенты колледжа, студенты института для вас. Потому что считаем, что наш основной вклад в развитие экономики страны связан прежде всего с подготовкой высококвалифицированных кадров. Мы всегда ее проводим весной. Для выпускников нашего института, ну и для студентов, конечно, студентов приглашаем. Каждый год у нас все больше и больше приходят работодатели. То есть это мероприятие, оно интересно. Те, которые уже предприятия здесь побывали, они сейчас сохраняются, приходят новые. И вот эта вот закрепляемость, можно сделать вывод о том, что, видимо, она полезная. Также в рамках ярмарки вакансий для гостей прошли мастер-классы по технологии трудоустройства для выпускников от Центра занятости населения города Набережной Челны. Спикеры рассказали посетителям о том, как создать более удачное резюме, правильно выстроить отношения с работодателем и подняться наверх по карьерной лестнице. Сегодня ситуация на рынке труда такова, что спрос на рабочую силу в разы превышает предложения. Обеспечивать занятость населения в нашем городе позволяет создание новых предприятий и расширение действующих, а также развитие предприятий территории опережающего развития, функционирования индустриальных и промышленных парков. Наш город растет, развивается, возводятся новые объекты, создаются условия для активного участия молодежи в жизни города. Студентам Набережной Челнинского института и Инженерно-экономического колледжа представилась уникальная возможность встретиться и больше узнать о своих будущих работодателях, особенностях предприятий и организаций, которые были представлены на ярмарке. На сегодняшний день в Набережных Челнах расположено более ста предприятий, которые имеют отношение к машиностроению. И практически на всех этих предприятиях трудятся студенты, проходят производственную практику. Карина Саяхова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института КФУ, Универ Новости. Казанский федеральный университет продолжает делиться достижениями, подвигами и открытиями студентов и преподавателей Казанского университета во время Великой Отечественной войны. О том, чье имя вошло навсегда в историю, расскажем далее. Вклад Моисея Солодуха в победу Великой Отечественной войне весомый. В 1929 году он был зачислен на геологическую специализацию физико-математического факультета Казанского университета. Юноша успешно завершил обучение в 1934 году, получив степень по геологии и блестяще защитив дипломную работу. В феврале 1938 года он начал свою карьеру в Казанском университете, приняв должность ассистента на кафедре палеонтологии и исторической геологии. Солодуха активно участвовал в развитии профсоюзной деятельности на факультете, успешно сочетая преподавательскую деятельность с научной и практической работой. Проводил исследования стратеграфии пермских и верхнекаменноугольных отложений в регионе Среднего Прикамья и принимал участие в геологических исследованиях на территории Куйбышевского гидроузла. Его педагогическую и научную работу в Казанском университете прервала война. В очень тяжелом состоянии в течение недели он должен был командовать своим взводом, принимая решения отдавать распоряжения. В начале февраля 1942 года Моисей Солодуха был направлен на четырехмесячные курсы по усовершенствованию командового состава при военно-транспортной академии Красной Армии. Далее он был направлен на Южный фронт, где и получил назначение на должность командира взвода технической роты 152-го отдельного мостостроительного батальона. Моисей Солодуха принимал участие в тяжелых и продолжительных боях при обороне Кавказа. В одном из боев при отступлении Моисей Солодуха был сильно контужен от разрыва авиационной бомбы. За участие в Великой Отечественной войне Солодуха был награжден Орденом Отечественной войны, Второй степени и медалями. После войны Моисей Герцевич возобновил активную педагогическую и научно-практическую деятельность. Вел лекционные курсы по исторической геологии, а затем читал лекции по палеонтологии. Моисей Солодуха продолжал трудиться на кафедре исторической геологии и палеонтологии до февраля 1922 года. Резда Каримова, Универ Новости. Резда Каримова, Университета. Резда Каримова, Университета. Проект реконструкции, разработанный высококвалифицированными инженерами-проектировщиками, получился сложным и дорогостоящим. На его реализацию потребуется порядка 400 миллионов рублей. В этом году сотрудники лаборатории получили положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, что означает готовность проекта к реализации. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжет из выпуска смотрите в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!